В Красный Угол Ринга приглашается из Москвы Магомед Магомедов! Вот такая вот табличка Москва и за ней идет Магомед Магомедов, представитель города Москвы, уроженец города Кизыляр и он тренируется в сборной Москвы под руководством Шамиля Амирова. Конечно же спортсмену 25 лет, он является мастером спорта международного класса по муай-тай и в прошлом году становился чемпионом России, а также финалистом чемпионата мира. Уроженец Кизыляра Магомед представляет сборную команду Москвы по муай-тай. Спортсмену 25 лет, он занимается под руководством Шамиля Амирова. Он является мастером спорта России по тайскому боксу, мастером спорта России по К1, серебряный призер чемпионата Кубка России 2022 года, чемпион России 2023 года, финалист чемпионата мира 2023 года по муай-тай, Бангкок, Таиланд, Красный Угол, Москва, Московское городское физкультурно-спортивное общество. Магомед Магомедов! В синий угол ринга приглашается его соперник из Нижнего Новгорода Никита Максимец! Под аплодисменты, конечно же, родных трибун Никита Максимец появляется на ваших экранах ему 20 лет. Молодой спортсмен является мастером спорта России по тайскому боксу, победитель международного, молодежного первенства мира, победитель Кубка страны 2022 года, победитель вторых игр из НГ. Ну и очень титулованный и интересный спортсмен, который на этом турнире провел уже несколько ярких поединков. Так же, как, в принципе, и его соперник Магомед Магомедов, который в предыдущем бою встречался также с местным спортсменом и закатил, ну просто там, рубку. Ждем официального представления спортсменов и начала поединка. Никита представляет на чемпионате сборную Нижнегородской области по Майта. Ему 20 лет. Тренируется под руководством Алексея Кустова и Алексея Ванникова, мастер спорта России по тайскому боксу, победитель молодежного первенства мира, победитель Кубка страны 2022 года, победитель вторых игр СНГ. Весовой категории 75 килограммов, Витебск, Беларусь, в синем углу, город Нишиновгород, школа тайского бокса, голденфайтер Никита Максимец! Команды слушать и выполнять. Удачи! Рефели Вилен Мусин дал заключительные наставления спортсменам. Ну и мы смотрим этот напряженный поединок. Артем, ты без сомнения знаешь Никиту очень хорошо. Что думаешь по этому бою? Слушай, я спрашиваю, из-за кого ты болеешь? Ну да, болею, конечно, за Никиту. Он, думаю, замотивирован. Он же не первый раз эти ребята встречаются в ринге. Да, да. Знаю, друзья, безразведки пошли вперед сразу. Принципиаловка пошла. Насколько я знаю, по профессионалам встречались уже ребята, да, и тогда победу одержал Никита Максимец. Правда, бой получился очень конкурентным. Полюбителям, по-моему, тоже они встречались. Полюбителям тоже, если я не ошибаюсь, то на каком-то из кубков чемпионата России, по-моему, 22-го года, тоже был у них в финале поединок. И тогда победу, если я тоже не ошибаюсь, поправьте меня, если я не прав, одержал тоже Никита Максимец. Ну, опять же... По-моему, Магомедов. Магомедов может быть. Может, помню точно. Но в прошлом году... А профи помнят, что Никита выиграл. Стал чемпионом страны, ну и просто замечательно показал себя на чемпионате мира. Тогда, держав там много уверенных побед, а в финале, ну, там по досадному, такому, скажем, нюансу уступив сопернику. Хотя смотрелся гораздо лучше. Ну и в профессионалах показал себя в этом году. Там стартанул и One Championship. И много боев провел на Fair Fight. Снова клинч. В ощущении, что много будет клинч, потому что и тот, и другой старается работать. Русо в бой, да. Русо в бой, и ток. Так, вторым номером отсиживаться пока не собирается. Промахивается второй раз подряд, а вот клинч доносит свой плотный нол-кик. Клинч. Колени. Ох. Много будет работы здесь в клинче именно у рейтери. Очень летит вперед, как бы замерзался на какой-нибудь стричный локоть. Магомед в пару раз уже закидывал, пытался по воздуху попасть. Магомед, да, потому что здесь для Нисипа очень сложно. Он старается показать себя хорошо перед родной публикой. Немножко эмоций. А у нас всего две минуты прошло в первом отрезке. Ребята немножко успокоились, да, обменялись пожатиями. Без сомнения, все здесь на уважении. Ох, три удара от Магомедова. Попытка удара локтем с разворотом, но не точно. Ощущение, что немножко Никита так подзажался. Максимен старается попасть сильным ударом, и при этом не все у него получается. Локоть на бок. Вот и локоть, о котором я говорил. Да, да, да. Колени, колени, колени оба работают. Реферер разводит спортсменов нервненько, да, пока идет первый раунд. Очень нервно. В общем, видно, что угловые секунданты и того и другого спортсмена очень переживают, очень так волнуются, кричат. Включились трибуны. Какие-то любимые места, любимые места. Надо отметить, что в Нижнем Новгороде тайский бокс любят, болеть умеют, и это слышно по возгласам. Да, здесь трибун уже не первый день. Зал заполнен до отказа. Мы ждем, кому интересно отдали. Потому что вот так вот очень было близко, ровно, вязко. А я прессинг не издавляю. Прессинг не издавляю. Все что-то самое. Рядом все время. Лич грузишь. С правой ручки чаще. После оттяжки правую ручку забрасываем. Эй, вон на тебя прыгать. Бей, бей. Бей, бей. Бей, бей, бей. Бей, 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 бей. Бей, 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 бей. Бей, бей, бей. Бей, бей, бей. Показали сейчас оценки первого раунда. 10-9 отдают в пользу спортсмена из синего угла. Какие-то будут чуть поактивнее. Роман первым номером. И включились ребята. Это оценили. Магомед Магомедов сразу начинает идти вперед. Дает промахнуться здесь. Никто не идет назад рефери. Приходится буквально откровенно говоря так разнимать спортсменов. Тот и другой, да, не рискует. Два колена там не показалось простым, но у Магомедов. Максимец сразу тут же ответил. Старается не отдавать эпизоды, да. Каждый эпизод. Последнее действие было за ним. Какая работа в клинче. И тот и другой борются за захват. При этом колени не постоянно обрабатывают друг друга. И хороший локоть. Хороший локоть. А локоть там застолнул Максимец. А ты вот эпизод забрал. Локоть ошел. Поправить на локотники. Локти очень опасные. Залетают. Лучше, чтобы они залетали на локотников. Поэтому тут для безопасности спортсменов и для их здоровья, конечно же. Магомед так старается вторым номером немножко передней рукой выдергивать соперника. Но все равно вязвит клинче. Два удара по бедру там пробивает Максимец. Тип от Магомедова. Ответный мидл тут же от Максимца. И вновь клинч. Вот тут в клинче оба спортсмена делают много такой черновой работы. И борются. И вот эти удары коленями постоянно остро всаживают. Вот такая двойка от Магомедова налетел. Сейчас сам Максимец на удар. Вот здесь вот побил. Реферий говорит, что нет, такое запрещено в любительском муай-тайм. Но трибуны ликуют. Трибуны ликуют, согласен. Для болельщиков это очень зрелищно. И вновь на тип натыкается здесь Максимец. Тип в гол очень приятный. И колено. И колено еще одно. Очень хорошо там Магомедов отработал вторым номером. Ух, очень. Бэкфис просто как трассирующая пуля пролетела около головы. Очень опасное действие сейчас было. Опять тип такой длинный здесь от Магомедова. Левый крюк навстречу. И пошли колени. Три удара успел там просунуть Магомедов. Хороший взял захват. Уже пошли ответные удары от Никиты Максимца. Скрутка, упадение такое. Концовка, концовка второго отрезка. Никиты гонят вперед. Трибуны поддерживают. Второй раунд закончен. И очень-очень важный. Отличный бой получается. Нам показывают заполненные трибуны Нижнего Новгорода. 29-й чемпионат России по Муай-Тай. Уклон! Слышишь меня? Через уклон работай. Уклон пробил. Уклон нога. Ножки выпрями. Не вались на правую руку. С двойкой валишься. Слышишь меня? С двойкой валишься. Давай ноги. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Третий, ну и, откровенно, это решающий, как бы это ни звучало, раунд. Потому что второй раунд отдают спортсмены из красного угла. Магомед Магомедов. Да, там и Шамиль Амиров, и Ибрагим Хидиров говорили ему, что ты должен забрать этот раунд. Как, я думаю, говорили об этом и в углу у Никиты Семца. Пошла рука. Нет смысла сейчас беречь силы уже. Хороший захваст убирает Магомедов. Несколько ударов плотными коленями попадает. Лоутик от Максимца. Тут же отвечает Магомедов. Клинч. Хорошо. Это рука от Максимца заходит. Несколько ударов точных было. Снова скрутка. В таких поединках, да, очень важны. У кого крепче нервы, как говорится, и лучше функциональная подготовка. Слышно, парни оба тут очень хорошо готовы, функциональная. И очень высокий уровень у того и другого спортсмена. И дистанция, и клинч. О, какой бэкчистый. Очень интересный поединок получается. Локоть старается пробить там спортсмены из Москвы. Не первый раз, второй раз уже Магомедов. Но там голову Максимец хорошо прячет. Смотри, да, в этот момент никто не отходит, да. Не шагу назад, не шагу назад. Каждый показывает Фидиум, что он готов к разменам. Локоть был от Магомедова, но рука была на месте там у Максимца. О, отлично побил. Подловил, подловил. Внутренним лоу-пиком выбил буквально переднюю ногу здесь Максимец. Двигается вперед. Удар по корпусу, рукой. Осталось полраунда. Слушай, ну они как с первого раунда начали, вот Эмп взвинтили, да. И вообще, как бы вообще, как будто... Эпизодами мы видим каждый раз размен, размен. И у них еще сил еще на такой бой ходит. Да, видно, что таких каких-то признаков усталости мы пока и не видим. Ой, вновь вот это в лоу-пик. Там опасно. Магомедов пробивал вот этот локоть с разворота. Умеет бить этот удар и Магомед. Максимец видит, да, и еще успевает лоу-пик подловить еще на это движение. Левый боковой. Снова двойка. Обоюдное такое падение. Из угла у Максимца показывает, что все здорово. Да, действует так же. Подбагивает ему тренерский штаб. А у нас меньше 30 секунд. Самое решающее время вот здесь. Максимец начал проваливать, да, и отвечать. Это работает. Два удара коленом. Здесь тут же пробивает Максимец. Ох, размер. Вновь вязнут в клинче. Рефери приходится вмешиваться. Ну и заключительные секунды уже. Там, мне кажется, несколько ударов уже после Гонга отработали, а теперь уже эмоции. Ну, сейчас очень интересно, да, как оценят этот такой конкурентный поединок. В любом случае уважение и тому, и другому. Ждем фигейское решение. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Синего угла Никита Максимец. Нижин, Новгород. Голден, Файтер. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ